Теперь давайте поговорим по поводу размножения грибов и грибоподобных протистов. Так называются организмы, которые раньше относили к грибам, а теперь относят к стримоводливым организмам. Это питофтораинтестность, то есть полуницепия. Итак, размножение грибов и грибоподобных протистов. Тоже можно как в водоросли разделить на вегетативное, бесполое и половое. Что касается вегетативного размножения, то здесь это фрагмент реминицелия, почкование. Сейчас мы дальше посмотрим. Бесполое размножение с помощью эндоспорами и экзоспорами. И здесь помимо того, что половое размножение с образованием гомета-гомея, есть половое размножение, когда сливается содержимое гометангиев, не дифференцированных на гометы. То есть такое половое размножение называется гометангиев гомея. И так называемое соматогомея, половое размножение, когда сливаются вегетативные клетки. То есть вот такие типы полового размножения у грибов. Итак, более подробно давайте. Вегетативное размножение грибов и грибоподобных процессов. Вот на картинке какой процесс изображен? Почкование дрожжей. Да, вот почкование дрожжей это такой традиционный способ вегетативного размножения грибов. Причем вы должны помнить, что дрожжи это не какая-то систематическая категория. А дрожжи это способность существовать в виде почкующихся клеток. Поэтому дрожжи встречаются как среди зигомицетов. Вот, например, есть мукровые дрожжи. Мукор, вы проходили. Да, вот есть мукровые дрожжи. Есть дрожжи сахаромицы-целевизерки, пекарские дрожжи, которые вы тоже знаете. И есть дрожжи область идеальных грибов. Ну и суть почкования заключается в чем? На клетке образуется такая выпуклина, да? Которая увеличивается, вот она сначала маленькая, потом она увеличивается в размере. И затем шнуровывается за счет того, что вот здесь вот образуется такое хитиновое кольцо. Потому что, конечно, в клеточной стенке вот этих вот дрожжей хитина нет. Если бы их стенка была хитиновая, невозможно было бы выдать никакую почку. Второй способ вегетативного размножения – это просто фрагментами мицелия. И эти фрагменты мицелия можно легко взять, пересадить на новую питательную среду и вырастить новый гриб. Вот этот вот способ размножения, он очень широко распространен при введении грибов в культуре. Есть грибы одноклеточные, которые могут размножаться делением клетки этой пополам. То есть вот такие способы размножения грибов осуществились. Теперь, что касается бесполого размножения. Бесполое размножение с помощью эндогенных спор, то есть споры, которые формируются внутри спорангия. И экзогенные споры, то есть споры, которые формируются на концах специализированных гиб. Вот эти вот, что касается эндогенных спор, то их как водоросли можно разделить на зооспоры и неподвижные споры. Так вот, что касается зооспор, я вам говорила, что грибы относятся к апистоконту, задним жгутиковым. Вот поэтому у грибов зооспоры, как правило, несут единственный жгутик, но в виде исключения. Вот здесь вот может быть жгутиков несколько. Что касается оумицетов, вот фитофторы, то у нее, у представителей, относящихся к фитофторе, вот такие типы зооспор. То есть двумя жгутиками, жгутики неравные, один перистый, другой гладкий. А что касается миксамицетов, то у них, если есть зооспоры, то два жгутика, оба гладких и неодинаковой длины. Вот такие зооспоры у грибов, грибоподобных проектистов и миксамицетов. Ну вот здесь вот на картинке изображены такие зооспоры у оумицета сопроледния. Кто-нибудь аквариумы держит из вас? Знаете, что иногда мальки рыб покрываются таким белым пушистым налетом икра? Вот эта вот болезнь поражает рыб, вызывает ее оумицет, то есть грибоподобный проектист, сопроледния. И у этой сопроледнии в жизненном цикле два разных типа зооспора. Вот одна зооспора такая душевидная, она мало плавает и тут же в цисту, а вот из цисты выходит такая в виде почки зооспора, которая уже активно плавает и, собственно, потом находит себе новый субстрат. Но суть заключается в том, что здесь два жгутика и один перистый, другой гладкий. Это признак грибоподобных проектистов, но не настоящих грибов. Понятно? У настоящих грибов задний жгутик. Вот споры настоящих грибов, зооспоры настоящих грибов. Но настоящие грибы, вы эту группу, это так называемые хитридиомицеты, отдел грибов. У вас в школьной программе вы ее не проходите. И только у хитридиомицетов зооспоры несут вот этот единственный задний жгутик. Вот здесь вот этот задний жгутик изображен. Ну, в общем, как сперматозоид. Так. Теперь, что касается неподвижных эндогенных спор. Такие неподвижные эндогенные споры вам должны быть знакомы на примере мукора. Формируются они внутри спорангия. Вот спорангий, одет оболочка. Вот здесь вот остатки оболочки. И внутреннее содержимое раскалывается на многочисленные споры. Вот такие спорангии. Здесь изображены. Вот гриб-резовкус тоже, плесневый гриб. Вот вызывает вот такое поражение. Ну, вы мукоровые грибы знакомы по вашему школьному учебнику. Очень интересные представители, которые тоже относятся к этой группе зигомицетов, у которых существует такое явление, как отстреливание целиком зооспорангия. Причем они отстреливают ориентированно, чтобы как можно дальше отстрелить. Вот у него спороносец несет такое вздутие, а на этом вздутие сидит спорангий. Вот в этом вздутие очень увеличивается тургорное давление. Дальше лопается. Вот слизистое кольцо остается. И в момент, когда лопается, отстреливает вот эту вот часть спорангия со слизистым кольцом. И слизистое кольцо прикрепляет этот спорангий к траве. К траве. Дальше этот спорангий должна съесть корова вместе с травой. И проходя, или там лошади, проходя через желудочно-кишечный тракт, оболочка растворится, но споры не переварятся. А дальше все это выходит наружу. И эти грибы относятся к группе так называемых капротрофов. То есть грибы, которые на экскрементах животных обитают. И вот уже на этих экспериментах формируются вот такие споранги. И понятно, почему здесь все так придумано, чтобы отстрелить как можно дальше. Чтобы не на опять на эксперимент упасть, потому что не будет ни лошадь, ни корова, это все это есть. А вот чтобы на траву подальше, чтобы их потом кто-то съел. Мало того, есть вот такие мукровые грибы, которые отстреливают спорангий вместе с частью спорангеносца. И в полете еще отстреливают вот эту часть спорангеносца. И дополнительный толчок, чтобы как можно дальше улететь. То есть, как знаете, грибы эту проблему решили значительно раньше, чем до нее решил человек. Вот они такой способ используют, чтобы отстрелить этот спорангий как можно дольше. Что касается экзогенных спор без полого размножения у грибов, Это и грибоподобных протестов, кстати. Это канидии. Вот эти канидии образуются на концах ветвей, которые называются канидий-носцы в данном случае. По-разному они могут по одной сидеть, или могут, вот видите, цепочками. И какой вот здесь гриб изображен? Пеницилл. Вот гриб пеницилл, у него как раз бесполое размножение с помощью экзогенных спор. Вот посмотрите. Только хорошо зная ваши примеры из школьного учебника, немножко почитав, можно практически всю базу представить. Потому что есть гриб пукар, у которого эндогенные неподвижные споры. Есть гриб пеницилл, у которого экзогенные споры, или как они называются, канидии. Ну и там много еще других отличий, у этих грибов, которых можно в качестве примера использовать. Вот эти канидии, они могут или одиночно, или в цепочках на вот гифах. А гифы, в свою очередь, могут формировать такие структуры, или внутри споры вместилищ, вот как здесь такие пикниды формируются, видите, такие шарики с дырочками, а внутри у них будут канидии. Или такие подушки, слизь погружены, то есть по-разному. Или вот такие утелки. А что касается полового размножения, то вот давайте начнем с гамета гамеи, грибов и грибоподобных аппаратистов. Гамета гамея, то есть половое размножение с помощью гамет. И как у водорослей три типа полового размножения. Изогамея, гетерогамея и оугамея. Изогамея. Обе гаметы одинаковые, обе подвижные. Гетерогамея. Обе подвижные, но они различаются. Да, обе подвижные, но отличаются гетерогамея. Видите, вот жгутик единственный задний. Поэтому, если здесь будете рисовать, примеры рисуйте правильно. Гетерогамея, значит, обе подвижные, одна более крупная, вторая более мелкая. И оугамея, вот здесь изображены оугоний, в котором вот яйцеклетки, видите, сформированы. Яйцеклетка может быть одна, может быть несколько. Вот разные варианты тут встречаются. Ну, здесь в качестве примера вот такого грибоподобного профиста с оуганным половым процессом, как раз возбудитель фитофтороза гантупеля. Фитофтора. Вот листья так поражают и клубни. Жизненный цикл вот этой фитофтора и фиестонс вот здесь изображен. Он достаточно сложный. У нее она диплом. И место редукционного деления связано с образованием половых клеток. Вот у нее получается половой процесс, диплоидная зигота. Зигота прорастает гифой с зародышевым спорангием на конце. И вот в этом споранге формируются зооспоры. Вот зооспоры, жбутик перес, жбутик гладкий. И они дают, они могут заражать картофель. По листу, внутри листа картофеля по межклетникам распространяются мицелий. А из густиц выходят вот эти спороносцы, на которых сидят зооспоранги. И если влажно и прохладно, то будут образовываться зооспоры у фитофтера. А если сухо и жарко, зооспорам негде, то она будет прорастать как комидия гифой. И это вот очень важная ее такая приспособительная вещь, которая позволяет ей существовать в любом климате. Так, теперь что касается гометангиогомии. Значит, гометангиогомии сливаются содержимое гометангии, у которых нет гетеринциации на отдельные гометы. И частный случай такой гометангиогомии, это у мукоровых грибов, называется это размножение зигогомия. Вот здесь вот жизненный цикл мукора представлен. Вот, пожалуйста, при бесполом размножении спорангий образуется, и в нем образуются спорангиоспоры, которые прорастают в мицелии. Как происходит половое размножение? Встречаются две гифы, концы гиф отделяются перегородками и превращаются в гометангии. Никаких гомет не формируется, то, что здесь точками изображено, это ядра. Просто показаны как бы мужские и женские ядра. Значит, гометангии сливаются, образуется такая зигота, в которой попарно ядра сливаются. Потом они дегенерируют, остается одно диплоидное ядро. И это диплоидное ядро прорастает в зародышевой спорангии. И при прорастании происходит миоз, редукционное деление. То есть жизненный цикл мукоровых грибов гаплобионтный с зиготической редукцией. Понятно? Да. Наиболее уже сложно устроена гометангия у сумчатых грибов. А среди сумчатых грибов в ваших школьных учебниках это мучнистая роса. Это, наверное, такие грибы сумчатые среди паразитов это спрынья. А среди съедобных грибов это первые грибы, сморчки, строчки и самые дорогие грибы это тюкери. Вот это все группа аскомицетов. Вот у аскомицетов у большинства гометангия гомея, то есть есть женский половой орган, негифференцированные на гометы и мужской. Мужской переливает свое содержимое в женский половой орган. И там формируется очень своеобразная стадия, которая называется дикарион. Дикарион это стадия, которая характерна для жизненного цикла высших грибов. Аскомицетов и базидиомицетов. Дикарион, когда в клетке находятся два несестринских гаплоидных ядра, но они синхронно делятся. Вот это дикарионтичная стадия. Тоже бывает вопрос в олимпиадах, я видела. Значит, дикарионтичная стадия у сумчатых грибов, она непродолжительная. И, собственно, после того, как произошло плодотворение, очень небольшие гипы, в которых вот эти два ядра. А потом происходит процесс слияния этих ядер. Вот здесь изображено слияние этих ядер. Тут же миоз и формируется такая сумка. То есть вот жизненный цикл сумчатых грибов, большая часть проходит в гаплоидном состоянии. Достаточно короткая дикарионтичная, то есть N плюс N, вот когда обозначение стадии N плюс N, это два гаплоидных ядра в одной клетке. Вот непродолжительная стадия, очень короткая, диплоидная, это молодая сумка. И в ней тоже происходит миоз, все остальное в гаплоидной стадии. Это что касается сумчатых грибов. Ну, разные плодовые тела, вот здесь сумчатых грибов. И уж давайте, раз мы здесь с сумчатыми грибами, разберемся с вами жизненным циклом спорыньи. Спорынья у вас есть, в качестве вопросов я тоже вот встречала в других олимпиадах. Итак, спорынья, сумчатый гриб, вызывает заболевание злаков. И на злаках вместо того, чтобы сформировались зерновки, образуются такие черные склероции. Эти склероции при обмолоте таких колосьев попадают в землю и зимуют. Дальше весной на этих черных склероциях формируются такие структуры. Вот видите, ножка с головкой на конце. Если через эту головку сделать разрез, то по периферии расположены плодовые тела. Вот у вас плодовые тела в школьных учебниках, это только шляпка на ножки. Вот у грибов плодовые тела значительно разнообразнее, на самом деле, чем только то, что есть. Вот здесь плодовые тела имеют вид такого кувшина. В этом кувшине формируются сумки. Вот здесь изображен половой процесс гометангиогомия. Там проходит стадия вот эта N плюс N декориантичная. Но образуются сумки, в которых происходит миоз и аскоспоры, аскоспоры, уже гаплоидные. Эти аскоспоры, они многоклетние, вылетают из сумок и обязательно должны попасть на рельце пестика. Единственное место, через которое эта гаплоидная гиппа, очень чахлая, с малым содержимым питательных веществ, может проникнуть в растение, это рельце пестика. Вот через рельце пестика попадает мицелий в зависть, и там вместо потом зерновки будет развиваться вот этот вот мицелий спорыньи. Но у спорыньи есть бесполое размножение с помощью экзогенных спор конидий. Эти конидии погружены в такую вязкую жидкость, которая называется медвяная роса. Она привлекает насекомых своим запахом, насекомые копошатся и на лапках разносят конидии, которые снова заражают злаки. Таким образом, летом это заболевание может распространяться. То есть, вот это вот очень важный такой возбудитель заболеваний, а важный он еще в том, что вот эти рожки спорыньи содержат алкалоиды. И эти алкалоиды при попадании в пищу у человека могут вызывать такие заболевания, как злые корчи, антонов огонь. То есть, они поражают нервную систему. И с одной стороны, с другой стороны, традиционно в бедных семьях средневеках женщины использовали для родовспоможения. Вот съедая несколько рожков спорыньи, быстро сокращалась матка и плод выходил. То есть, для родов использовали такие рожки спорыньи. А сейчас, во-первых, вот это вот наркотическое вещество ЛСД, лидергиновая кислота, основа ЛСД, из рожков спорыньи до сих пор выделяют. Но, помимо этого, выделяют лекарственные препараты, которые используют при лечении сердечно-сосудистых заболеваний. То есть, ну, стандартная схема процесса в больших дозах яд, да, в малых лекарствах. Поэтому, вот, спорыньи я в отношении хороший пример. Что, с одной стороны, попадая в пищу в большом количестве, может смертельных случаев очень много вызывать. Это был ВИЧ в средние века, когда население многих стран при неправильной агротехнике в муку попадали вот эти спорыньи, рожки, и вызывали гибель населения. С другой стороны, вот лекарственный эффект. Так, теперь, что касается саматогомии. Половой процесс у грибов, когда сливается содержимое двух репутативных клеток. Ну, вот здесь вот такая саматогомия у некоторых примитивных одноклеточных хитриндивых грибов показана. Саматогомия у дрожжей может быть, хотя тут написано конюгация у дрожжей, но это неправильное, в общем, слово. Ну, это не совсем как бы конюгация. Хотя, суть в том же, что и у водорослей, когда сливается содержимое двух вегетативных клеток. И, конечно, венец саматогомии – это бастиальные грибы. Бастиальные грибы, все вы, наверное, знаете их. Вот эти вот, те грибы, у которых плодовые тела, шляпки, ножки, съедобные грибы, трутовые грибы, вот эта вся группа бастиальных грибов. И у них что происходит? У них на плодовых телах образуются специализированные клетки. Вот здесь вот эти клетки. И вот эта пластинка через шампиньон. Разрез через пластинку шампиньона. По краю покрыт вот этими клетками, которые называются базидией. Именно в базидиях происходит слияние ядер. То есть это молодая базидия – это та непродолжительная диплоидная стадия в призном цикле у базидиальных грибов. А потом уже гоплоидные ядра протискиваются вот сюда, в базидиоскоры. Из этих гоплоидных базидиоскор формируется гоплоидный мицелий, который очень быстро должен два гоплоидных мицелия слиться. И вот здесь вот этот половой процесс соматогомии, потому что вегетативные клетки сливаются. Но каким образом? Сливается цитоплазма двух клеток, но не сливаются ядра. И образуется вот эта стадия дикариона. Дикариона – двуядерные клетки. Эти двуядерные клетки – наиболее продолжительная стадия в жизненном цикле базидиальных грибов. То есть все, что вы едите, вот эти плодовые тела, весь их мицелий состоит из клеток, можно записать N плюс N, то есть два несестеринских ядра. Но они синхронно делятся и функционируют как одно гоплоидное. Хотя это два самостоятельных гоплоидных ядра. И вот эта стадия у базидиальных грибов, она преобладает в жизненном цикле базидиальных грибов. Вот здесь такой жизненный цикл базидиального гриба представлен, когда происходит соматогомия, плодовые тела, базиди и так далее. То есть вот это вот жизненный цикл базидиальных грибов. Самая продолжительная стадия в жизненном цикле базидиального гриба – N плюс N. Понятно? У сумчатых это N, но есть стадия N плюс N. У гибридцетов это N, но никакой нет N плюс N. Поэтому вот эти жизненные циклы грибов вы тоже должны знать. Теперь что касается лишайников. Помните, что такое лишайники? Да, это симбиоз термин был введен, то под симбиозом подразумевается любое длительное сожительство. И это длительное сожительство включает как взаимовыгодный мутуализм, или паразитизм. Паразитизм тоже как частный случай симбиоза можно рассматривать. Так вот, у грибов взаимоотношения, ой, у лишайников взаимоотношения гриба и водорослей это слабый паразитизм гриба на водоросли. Это не мутуализм. То есть это не... Дело в том, что в школьных учебниках очень часто симбиозы мутуализма понимают как синонимы. Нет, термин симбиоз его тащит на шире. Вот у гриба, у лишайника это не мутуалистические взаимоотношения, а это паразитические взаимоотношения. И это связано с тем, что гриб может на определенных этапах переварить водоросли. И гриб без водорослей существовать не может. А водоросль без гриба может существовать. На сегодняшний день нет такой группы организмов, лишайники, как отдельная группа, как у вас в школьных учебниках. Это не что иное, как грибы, которые относятся к разным систематическим классам. Внутри, например, адскомицетов, есть хотя лишайники безидеальные. И название гриба это название вида лишайника. То есть один гриб, один вид лишайника. А вот одна и та же водоросль может входить в состав нескольких разных лишайников. Понятно? Гриб только один вид, один лишайник. А водоросли разные, один вид, разные виды лишайника. Как происходит размножение? Сейчас для них термин даже много такой. Лихинизированные грибы называют эти организмы. Итак, наиболее часто у лишайников вегетативное размножение. Какие способы вегетативного размножения у лишайников встречаются? Во-первых, просто фрагментами своих вещей. А с другой стороны, есть так называемые сорэдии. Это клубочки, состоящие из клеток водорослей, оплетенные гипами гриба. И они образуют такой порошкообразный налет на талоне лишайника. Вот этот сорэдиозный налет, сорэдии, это способ вегетативного размножения. Таким образом, для размножения есть и гриб, и водоросли. И это все может привести к тому, что будет развиваться новый талон лишайника. Второй способ вегетативного размножения это изидии. Изидии это такие палочки. Вот видите, вот здесь такие палочки изображены. Это выросты на талоне лишайника, покрытые сверху корой, состоящей из гип гриба. А внутри располагаются клетки водорослей. Такая палочка отламывается, разлетаются эти палочки. И тем самым может происходить распространение и размножение лишайника. То есть вот такие способы вегетативного размножения лишайников существуют. Помимо вегетативного размножения, у лишайников существует бесполое и половое размножение. Но речь идет только о размножении гриба. Гриб может размножаться бесполым путем с помощью канидий. И половым путем, вот если это сумочные грибы, с образованием маскоспор. Но при бесполом и половом размножении, вот эти образующиеся споры обязательно должны встретить необходимую водоросль, чтобы сформировать талон лишайника. Самостоятельно они жить не могут. И если они водоросль не найдут, то соответственно они и не выживут. Вот такое размножение существует у лишайников. Ну что, сделаем перерыв и потом дальше еще поговорим. А вот у меня еще вопрос, ну существует такая группа организмов, как с ледневики. Миксами церкви, да. А вот я показывала, что у них бесполое размножение с помощью зооспор. Зооспор несут оба гладких жгутика, один гладкий, в смысле один длинный, нет, один длинный, другой короткий. Да, но оба гладкие. Ну у них там разные весь жизненные циклы. Я говорила вам, что миксами церкви, если звуки, не представляют собой единую группу. И на сегодняшний день их рассматривают в нескольких царствах. Ну что, перерыв?